Добрый вечер! Вы смотрите Сибонс Викли Ньюс. Мои коллеги и я, Анатолий Кузьмин, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Разбираемся в ситуации. Еще один месяц с ключевой ставкой в 16 процентов. Во что вкладывать? Валютный контроль хотят распространить на ЦФА. Мировые фонды и облигации бьют рекорды. А что происходит с российскими? Теперь об этих и других новостях более подробно. Вчера, 12 июня, США объявили о введении санкций против московской биржи и входящей в ее группу национального расчетного депозитария и национального клирингового центра. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро сегодняшнего дня. Чуть позже стало известно о приостановке торгов гонконгским долларом. Эти же меры коснулись также инструментов с расчетами в долларах и евро. Важно подчеркнуть, что за исключением пар с упомянутыми валютами, торги на фондовом и денежных рынках проводятся в обычном режиме. Мосбиржа сегодня сообщила о том, что НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга. Еще одно важное уточнение – торги долларом и евро по-прежнему могут проводиться на внебиржевом рынке. Банк России в то же время уведомил, что для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю он теперь будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Многие коммерческие банки в свою очередь опубликовали релизы, в которых заверили клиентов, что новые ограничения никак не повлияют на их работу. О том, как в дальнейшем может развиваться ситуация, мы попросили рассказать Александра Фетисова, начальника аналитического отдела Росхельхозбанка. Александр, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер. Санкции на НКЦ раны каждого последние два года, поэтому нельзя сказать, что регуляторы в биржу или участники в торгов они застали врасплох. Санкции на НКЦ означают, что привычные биржевые торги долларом и евро будут прекращены. Тем не менее, внебиржевые торги между банками будут продолжаться, при этом я считаю необходимым отметить, что объем внебиржевых торгов в паре рубль-доллар сопоставим с биржевыми объемами, а за последние 30 дней даже превосходит его. Справедливости ради надо отметить, что во всем мире вообще торговля валютой это все-таки внебиржевой рынок, межбанковский, междилерский рынок и только в России в силу исторических особенностей биржевой рынок приобрел такую значимость. Ну, биржевые торги, собственно, имеют свои преимущества. Это, прежде всего, высокая ликвидность, это прозрачность ценообразования, это минимальные спреды, низкие комиссии. Для большинства участников, не являющихся одновременно участниками внебиржевых торгов, переход на внебиржевые торги будет означать менее выгодные условия. Скорее всего, это более высокие комиссии, это, скорее всего, покупка-продажа по курсам банков, банков, своих банков. Мы по-прежнему считаем, что основным фактором определяющим динамикой курса рубля по отношению к основным валютам будет являться сальдо платежного баланса, которая за четыре последних месяца выросла на 18,8% в год в году и достигла положительной величины 50,5 миллиардов долларов, а также жесткие денежно-кредитные условия высокие ставки по рублевым активам. Что касается ценообразования на рынке замещающих облигаций или облигаций, привязанных к курсу валют, то мы здесь не видим каких-то дополнительных сложностей. По-прежнему расчеты будут происходить в рублях по официальному курсу. Да, на первых порах, собственно, до тех пор, пока участники не определили, насколько этот официальный курс отражает действительность, там, возможно, волатильность, но вполне возможно тот инвестиционный спрос, который предъявляли физические лица на валюту на биржевом рынке, он вполне может сместиться на рынок замещающих облигаций. В конце прошлой недели Банк России вновь оставил ключевую ставку на прежнем уровне – 16% годовых. Это решение впервые за долгое время частично разошлось с рыночным консенсусом. Многие аналитики накануне говорили о высокой вероятности повышения ставки. Впрочем, регулятор заявил, что допускает и такое развитие сценария, но на следующем заседании в июле. Во всяком случае, такие выводы можно сделать на основе риторики главы ЦБ. Устойчивые показатели инфляции могут замедляться не так быстро, как заложено в базовом сценарии, и закрепятся на текущих значениях или даже ускорятся. В этом случае потребуется дополнительное повышение ключевой ставки. Неудивительно, что в этих условиях регулятор дал сигнал о, цитирую, существенно более продолжительном периоде поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Но что создавшиеся условия сулят инвесторам? К нам присоединяется Александр Афонин, руководитель направления анализа долговых рынков Инвестбанка Синара. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Какие возможности дает инвесторам еще один месяц со ставкой в 16%? И какие инвестидеи сейчас особенно актуальны на долговом рынке? Если мы говорим о каких-то инвестиционных идеях, то, скорее всего, нужно оговориться о том, что мы ждем в дальнейшем. То есть те условия, в которых мы пребываем, это достаточно высокая инфляция, которая не стремится снижаться, высокие ставки и неопределенность дальнейших действий химонетарных властей, говорит нам о том, что достаточно высокие риски могут на себя взять те инвесторы, которые поспешат зафиксировать для себя какую-то доходность. Поэтому в текущих условиях мы предпочитаем бумаги с плавающими ставками. В первую очередь это корпоративные флоутеры. И, наверное, на вершине вот этих идей, скорее всего, находятся флоутеры компаний второго эшелона, такие как АФК-система, ГТЛК, МТС, Банк. То есть они дают дополнительную премию к ключевой ставке, либо к ставке Руони, чем, собственно, и объясняется их привлекательность. На втором месте я бы говорил о том, что интересное ОФЗ, также с плавающей ставкой. И бумаги с фиксированными купонами, конечно, сейчас представляют меньший интерес с учетом того, что потенциально можно взять достаточно высокий риск, зафиксировав для себя какую-то, казалось бы, высокую ставку. Но в случае повышения ключевой ставки и дальнейшего движения ставок наверх, инвестор это все приведет к убыткам. С начала года объем рынка ЦФА приблизился к отметке в 65 миллиардов рублей. А за весь период существования рынка, то есть с 2022 года, этот показатель достиг 133 миллиардов рублей. Выбор инструментов при этом постоянно расширяется, а нормативно-правовая база актуализируется. В частности, Банк России намерен распространить валютный контроль на операции с ЦФА. Регулятор предлагает обязать резидентов и нерезидентов ставить на учет в уполномоченном банке внешнеторговые договоры, расчет по которым осуществляется цифровыми правами. Пороговое значение предоставления такой информации регулятор менять не планирует. Как и для операций с традиционными валютами, оно составит от 3 миллионов рублей для импортных контрактов и от 10 миллионов рублей для экспортных. Среди любопытных размещений отметим недавний выпуск винодельческого хозяйства «Николаев и сыновья» из Краснодарского края на платформе «Токеон». Его главная особенность – право не только на получение в дату погашения номинала и процентного дохода, но и при досрочном погашении бутылки белого вина. Размещение ГЦП продлится до 15 июня. Венчурный фонд «Восход» в свою очередь открыл книгу заявок на платформе «Атомайз» для выпуска первых в России венчурных цифровых финансовых активов. Управляющий планирует выпустить токены на 260 миллионов рублей, направив привлеченные средства на покупку доли в «Фудтех-стартапе». Сбор заявок продлится до 8 июля. К нам присоединяется Павел Сидоркин, директор по продуктам «Атомайз». Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Мы видим, что рынок ЦФА не стоит на месте и постоянно развивается, но эксперты все еще говорят о низкой ликвидности цифровых активов. Прежде всего, в связи с отсутствием полноценного вторичного рынка. А также о не совсем понятных правилах игры, в которых заранее определен не только эмитент, но зачастую инвестор. Есть ли здесь какие-то положительные подвижки? Вы знаете, да, безусловно, есть. Я начал бы, наверное, комментарии со второй части вопроса. Действительно, да, на рынке наблюдается сейчас большое количество сделок, в которых заранее определены инвесторы эмитент. Но, помимо прочего, есть еще и гораздо большее тоже число сделок, в рамках которых известен эмитент, а инвесторы уже в рамках безадресных эмиссий могут участвовать в выпуске от этого эмитента. Как правило, это долговой ЦФА. И в данном случае инвесторы покупают некий, как правило, краткосрочный финансовый инструмент, который похож в чем-то, например, на облигацию, имеет номинал, периодические выплаты и дает какую-то интересную доходность инвесторов. И это, по факту, действительно настоящие рыночные выпуски. И они практикуются у некоторых АИСов и, безусловно, на Атомазе в том числе. Что касается вторички, я, наверное, склонен согласиться, да, и это в чем-то даже объективно, что сейчас, на текущий момент, ликвидность на вторичке крайне низка. При этом мы понимаем, что перекрывается интерес к ЦФА за счет краткосрочных инструментов. Но, в принципе, сама вторичка есть и существует. И на Атомазе тоже она есть, и большая по количеству сделок мы видим рост, потому что есть выпуски длиной более двух лет, и уже несколько тысяч транзакций на вторичке на нашей платформе было совершено клиентами и пользователями. То есть рынок начинает оживать, он начинает двигаться вперед. Важно подчеркнуть, что с точки зрения ликвидности появление в классическом понимании смысла биржевого стакана – это, наверное, больше вопрос технологии и бизнес-модели, модели окупаемости. Как минимум, со своей стороны, технологически мы готовы дать в ближайшее время полноценный стакан для наших клиентов. Но, опять-таки, с учетом нюансов регулирования, есть определенные вопросы по потенциалу такого инструмента. На прошлой неделе международные инвесторы вложили в фонды облигаций рекордный в этом году объем средств. Как сообщает коммерсант, нерезиденты инвестировали в эти активы почти 18 миллиардов долларов, что более чем втрое превышает показатели предыдущей недели. Инвесторы спешат с покупками, так как Центробанки многих развитых стран приступили к снижению ставок. Из этого тренда выбивается Банк России, который придерживается более жесткой денежной кредитной политики. В таких условиях локальные инвесторы предпочитают избавляться от паёв фондов облигаций и переводят деньги, как правило, в фонды денежного рынка. Так, по данным инвестфанс, только в мае частные инвесторы вывели из фондов облигаций более 6 миллиардов рублей. И это максимальный отток с апреля 2022 года. Для сравнения, в фонды денежного рынка было инвестировано свыше 20 миллиардов рублей. Сегодня завершился первый день 20-го Евразийского облигационного конгресса, который в этом году проходит в Стамбуле. Основными темами для дискуссий спикеров и участников конференции стали обзов финансового рынка Турецкой Республики, инвестиционные идеи на глобальных рынках, а также возможности для эмитентов и инвесторов на финансовых рынках на евразийском пространстве. Конгресс собрал почти две сотни участников из 17 стран. На его площадках работает съемочная группа Seabonds Weekly News. Уже на следующей неделе мы представим вашему вниманию развернутый сюжет с мероприятия. Не пропустите. В завершении выпуска наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений. В начале этой недели Мегафон провел сбор заявок сразу на два выпуска бандов по 10 миллиардов рублей каждый. Срок обращения бумаг 2,5 года и 2 года и 8 месяцев. Купоны в каждой эмиссии квартальные и переменные. Они привязаны к ключевой ставке ЦБ. Ориентир спреда 110 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 18 июня. Также на этой неделе собрал заявки на очередной облигационный выпуск эмитент «Газпромнефть». На этот раз компания предложила инвесторам бумаги, номинированной в иностранной валюте. Заявленный объем 2 миллиарда юаней. Срок обращения 2,5 года. Ориентир ставки 7,75% годовых. Купоны квартальные и техразмещение запланировано на 17 июня. Еще один эмитент, открывший книгу заявок на этой неделе – девелопер легенда. Речь идет о двухлетних облигациях объемом 2 миллиарда рублей с ежемесячными переменными купонами. Ориентир флотера ключевая ставка ЦБ плюс спред не выше 375 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на конец этой недели, 14 июня. На следующей неделе, 18 июня, планируют провести сбор заявок дочерний банк Автоваза – Автофинансбанк. Инвесторам предложат трехлетние облигации объемом не более 10 миллиардов рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда ключевой ставки ЦБ не выше 250 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 21 июня. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонсвикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.